друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал амаркет оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставите лайки также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный telegram канала market с большим количеством аналитического контента использовать этот материал мы его готовим специально для вас для того чтобы вы разбирались фундаментальных и не только событиях и имели дополнительные вводные в принятие торговых решений ну что ж вчерашняя торговая сессия я бы не сказал что слишком уж раскачались рынке ну наверное это и понятно обычно мы открываем неделю с низкой ликвидности с вялых торгов и по мере уже публикация значимых макроэкономических отсчетов волатильность начинает расти мы ждем друзья заседание а точнее публикацию данных по американскому рынку труда non-farm pearls пятничный отсчет и разумеется после прошлого заседания фрс эта статистика будет иметь очень большое значение потому что именно она прольет свет на планы федрезерва относительно сворачивания программы количественного смягчения и последующего повышения процентной ставки сейчас у нас а по индексу доллара те же самые уровни что и вчера и те же самые значения что мы видели в конце прошлой недели 92 пункта причем доходности трежер снижаются 1,17 процента это точно друзья уже уровни которые мы видели в конце прошлого года по доходности и мне кажется что при такой динамике долгового рынка доллар фактически обречен на то чтобы стать еще слабее а вот золото которым также параллельно рассматриваем с долларом в противовес ему напротив сохраняет потенциал для значительного роста точно выше отметки 1850 если бы у меня была возможность сказать вам о горизонтах отработки временных горизонтах этой идеи конечно же я бы это сделал но а я друзья так же как и все не могу точно знать когда могут произойти те или иные изменения но мы можем опираться на фундаментальный фон и и на основании фундамента делать все прогнозы касательно будущих изменений что я хочу сегодня сказать по доллару у нас вчера вышел отчет по айсэм производственного сектора в целом вчерашний день это день отчетов pmi потому что по многим на регионам мира мы видели статистику сейчас в целом они поговорим но вот начнем давайте с американских данных айсэм производственном секторе 66 это те значения которые мы видели два месяца назад в прошлом месяце спадал 59 и 5 то есть это минимальный уровень за последние шесть месяцев но в принципе можете делать выводы с а но мне кажется что вот эта тенденция снижение отчетов ну в плане цифр данных ухудшения вот лучше скажем а статистики это уже какая-то новая реальность для американской экономики поэтому я с довольно большим акцентом друзья для вас говорю о том что есть еще объективное основание для того чтобы фрс удерживал мягкую экономическую политику и фрс собственно на прошлом заседании это подтвердил слабая статистика мягкая риторика американского регулятора если в эту пятницу мы получим слабый отчет по нон фарм перлс это сто процентов будет означать то что доллар просто полетит в пропасть и потому что слабый релиз по нон фармам это автоматически откладывание решения по сокращению программы количественного смягчения в лучшем случае на конец этого года или даже на 22 год хотя я все-таки склонен полагать что какие-то изменения начнутся только лишь в следующем году также хочется отметить что очень интересный доклад я вчера прочитал международного валютного фонда где сказано что американская валюта прямо в моменте перекуплена на 8 и 2 процента мне нравится такой прогноз и такие ожидания опять же международного валютного фонда если они предполагают что все-таки а доллар будет возвращаться к своим справедливым уровнем который находится почти на 10 процентов ниже текущих значений это значит то что индекс американской валюты будет снижаться вплоть до 80 пунктов круто конечно же я в целом конечно же хотел бы видеть такие уровни еще год назад но вот как вы все прекрасно знаете сильно ниже 89 пунктов доллар так и не пропустили но кто знает может быть впоследствии опять же на мягкой оппозиции долгосрочные федеризерва все-таки трейдеры убедятся в том что доллар остается довольно уязвимым активом и заряженным на долгосрочное ослабление а вот что касается евро напротив европейская валюта сейчас недооценена более чем на 2 процента также хочется отметить что штаты вчера уперлись в потолоку государственного долга 28 4 триллиона долларов есть примерно 2 2 с небольшим месяцев у республиканцев и демократов чтобы договориться о повышении потолка потому что других собственно инструментов решения проблемы еще не придумали и начнется самая настоящая политическая игра со взаимными уступками я думаю что в конце концов обе партии смогут выиграть и согласовать приемлемые для себя условиям расходов на бюджетную программу что касается потолка собственно государственного долга я полагаю взять то что как минимум на ближайшие несколько месяцев мы точно можем рассчитывать на еще большее увеличение денежной массы еще больше долларов в системе и соответственно еще больше рисков для самого американца который по всем водным остается в числе аутсайдеров золото 1811 я жду его повыше снижение доходности трежер снижает альтернативные издержки инвестирования и падения золотом то есть такие прописные истины наверное в целом если говорить о перспективе золота нужно смотреть на долговой рынок если он снижается и в принципе может оказаться ниже отметки 1 и 1 процент я думаю что золото точно сможет сохранить потенциал движения выше уровня 1840 1850 европейская валюта против доллара 1 1874 я пока что без сделок но а статистика крутая после сильных данных по инфляции по ввп индексы производственного сектора германии а франции италии испании еврозоны в целом выше ожиданий а кроме того глава еврокомиссии вчера отчитался о том что сейчас в еврозоне вакцинирован уже 60 процентов населения и фактически еврозоны выполнила эту цель которую оставила до конца лета хотя еще есть фактически целый месяц добиться максимально высокого уровня тотальной вакцинации и напоминаю еврозоны по этому показателю по показателю полной вакцинации опережают сейчас от другие страны мира фунт против доллара 1 38 93 ждем четверг супер четверг решение по ставке голосование по программе количественного смягчения прогнозы по экономическому росту инфляции и так далее к видная обстановка в англии улучшается даже несмотря на полное снятие карантинных ограничений но все-таки видите дает положительный эффект высокий процента вакцинации поэтому я жду что в этот раз банк англии будет более сговорчивым на возможность смягчения экономической политики поэтому ранее давал вам а уровень отложки когда можно действовать покупать фунт против доллара там поближе как 139 и с целями же выше уровня 140 нужно сейчас дождаться чтобы доллар провалился еще сильнее чтобы мы получили возможность подрасти с риском и сын пи все без изменения вчера кстати очередной исторический хай 4 419 пунктов цель 4 500 на данный момент и сын печи чуть-чуть катился 4387 пунктов и конечно же все решит вот этот отчет non-farm pearls потому что в случае выхода данных которые могут очень сильно разойтись ожиданиями рынка волатильности накроет все финансовые активы и точно будем следить за мощными движениями и по рынку нефти также без изменений я жду выше 75 долларов за баррель вчера настроение на рынке углеводородов подпортил отчет по пеймай китай который оказался на минимуме за последние 15 месяцев но давайте пока не будем хоронить надежды на последующее экономическое восстановление думаю что она еще проявит себя и позволит котировкам остановиться к тем уровням которые были названы на этом собственно все хорошие торговой сессии всем пока